А как вас зовут? Андрей. Как вы относитесь вообще к использованию пиротехники? Не очень. Отрицательно. А знаете ли вы правила безопасного использования пиротехники? Ну вообще это общая безопасность. В помещении или на улице, где их вот можно? На улице, на открытых площадках. Это пожары не ближе 5 метров от зданий, деревьев и прочего, и прочего. С какого возраста можно приобретать в магазинах пиротехнические изделия? Ну я бы не раньше, чем с 18 продавал. Ну по закону с 16. А дети просят купить петарды, какие-нибудь хлопушки? Миша, ты просишь купить? Да. А с друзьями не балуетесь? Нет. Ну не интересно вообще? Нет, не интересно. А фейерверки, салюты? Нет, не интересно. Ну ясно. Спасибо большое, что поучаствовали. А не пользуйтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Ольга. Ольга, скажите, пожалуйста, как относитесь к использованию пиротехники в новогодний период? Вполне себе. Вполне себе. А знаете ли правила безопасного использования какие-то? Ну да, но я сама не пользуюсь ей, но участвую с теми, кто владеет информацией, опытом в этом вопросе. Ну вот, а порассуждайте. Если, например, там какие-то петарды, салюты, да, всякие вот, ну подростки особенно просят там у родителей, вот где их можно применять и вот какие-то минимальные вот правила. Просто порассуждайте, я уверена, вы это просто знаете даже. Ну, очевидно, какое-то должно быть открытое пространство. Нет, вначале начнем с того, что они должны быть приобретены в каких-то проверенных поставщиков. Значит, потом какое-то должно быть открытое пространство, да. Ну, я думаю, что там, по идее, должна быть какая-то техника безопасности непосредственно прописана на упаковочке. Да-да, инструкция должна быть. Вот, ну, собственно, ею нужно воспользоваться. Ну, не направлять, конечно, на других людей. Сто процентов. Не, не знаю, там, отходить на безопасное расстояние. Ну, вот такие вещи. И еще, с какого возраста можно покупать и использовать? Подозреваю, что, наверное, лет с каких-нибудь 16-18. Конечно, ребятам хочется пораньше. Да, вы вообще такая молодец. Столько всего нам правильного рассказали. Мы вам даем, во-первых, мы приобрели вот эту продукцию в специализированном магазине. Поэтому мы вам даем выбрать. Да. Здесь вот есть такие вот дымок. Да. Его поджигаешь, он, не знаю, ну, не взрывается, кажется, здесь вот написано. Вот такая тоже, как... Есть еще какие-то более такие, такая вот петардочка. Давайте, наверное, петардочка. У меня есть после ночи. Возьмите и такую. Возьмите и такую. Возьмите вот такую. Вот, извините. Возьмите под вашим чутким руководом.